Научно-практическая конференция «Стандарты качества диагностики и терапии заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта» в рамках образовательного проекта «Стендап» состоялась 8 ноября в Санкт-Петербурге. Я всегда буду подобные мероприятия поддерживать, как это дело в прошлом, и считаю их наиболее перспективными для альянса науки и практики. Формат такого и формального, и неформального общения очень важен, тем более в режиме презентации каких-то клинических случаев, трансляции из эндоскопических и хирургических кабинетов. Живое общение между эндоскопистами и гастроэнтерологами, оно чрезвычайно полезное, чтобы мы говорили на одном языке. Собрались специалисты разного профиля. Это был консенсус, достигнут консенсус между гастроэнтерологами, эндоскопистами, терапевтами и даже хирургами. Коммуникация между такими специалистами должна проводиться на основании единых стандартов и единых рекомендаций. Выработать такие рекомендации возможно только понимая ситуацию, в которой мы находимся сейчас, и проводя образовательные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний врачей с современным правилам, рекомендациям и стандартам введения сложных и стандартных пациентов. Таким образом, новый российский образовательный проект «Стендап» направлен не только на обучение стандартам эндоскопических процедур, но и на решение проблемы, которая существует только в России. В России гастроэнтеролог не делает эндоскопии и не делает ультразвуковые исследования, а эндоскопист не назначает лечения. За рубежом это один специалист, он называется гастроэнтеролог. А у нас это две разные специальности. Вот нам на наших мероприятиях нужно сделать так, чтобы гастроэнтерологи и эндоскописты нашли общий язык, и чтобы они очень хорошо друг друга понимали. С концепцией объединения гастроэнтеролога и эндоскописта в лице одного специалиста согласны не все участники конференции. Я считаю, что это очень спорный вопрос, на самом деле, на него одного ответа нет. То есть, какие-то вещи может делать, естественно, гастроэнтеролог. Допустим, диагностику заболеваний желудка, пищевода, толстой кишки, наверное, может делать гастроэнтеролог. Но есть другие методики, которым, к сожалению, гастроэнтеролог не то, что не должен быть допущен, просто он не сможет, потому что это уже хирургия, она требует другой подготовки и другого мышления. Для того, чтобы понимать эти вопросы, и как их решать, эти конференции важны. Среди организаторов конференции были Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины и Ассоциация терапевтов Санкт-Петербурга. Я думаю, концепция такого мероприятия, как стендап, очень нужна. У Европейского общества гастроэнтерональной эндоскопии есть большой опыт за последние пять лет, которым мы рады поделиться с российским сообществом специалистов. Вот тот факт, что мы собрались вместе, пытаемся найти точки соприкосновения, слышим друг друга. Это крайне важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok